Группа исследователей из Института истории жалуется, что из-за бюрократизма они не могут получить доступ к стипендиям, которые помогли бы им опубликовать собственные диссертации и книги. По их словам, это происходит из-за того, что эксперты Национального агентства исследований и разработок не одобряют их проекты. И хотя ученые заявляют, что их права нарушаются, сотрудники агентства отвергают все обвинения. Докторский исследовательский проект на основании того, что тема слишком узкая, то в этом году специалисты агентства заявили, что диссертация поверхностная. Имея около 10 лет опыта работы в сфере исследований, он утверждает, что довод экспертов на ИР не совсем уместен. Из-за этого такие молодые люди, как он, либо отказываются от подачи заявок в этом проекте, либо вовсе уезжают из страны. У меня двое коллег из отдела современной истории, которые два года подряд сдавали экзамены, и ни один из них не прошел. В этом году не подали заявку, так как считают, что в области истории творится несправедливость. С той же проблемой столкнулся и доктор истории Михай Цуркану. Хотя в 2019 году он получил стипендию от агентства, следующие две попытки не увенчались успехом, так как его работу отклонили. Экспертов было трое. Оценки у них сильно различались. Это значит, что один из них оценивал так, что вызывает немало вопросов. Теперь знаете, как дальше будет? Я все равно защищу работу, издам книгу, и тогда будет видно, были ли правы эти эксперты. Заведующий отделом новейшей истории Института истории утверждает, что права на исследование нарушаются, а из-за равнодушия страдает весь коллектив. Есть явная бесспорная проблема, связанная с экспертизой проектов. Отдел новейшей истории однажды получил от одного из экспертов минимальную оценку. Оценка была выставлена таким образом, что проект не был принят. Из-за этого эксперта отдел современной истории едва выживает, потому что нет финансирования. Причиной, которая привела к обострению этой проблемы, считает Николай Йенчу, является так называемая реформа Академии наук Молдовы. В связи с этим он попросил Высший совет безопасности обсудить этот вопрос. Я сказал, что необходимо срочное обсуждение, в рамках которого историки должны аргументировать перед лицами, принимающие решения в Молдове, о необходимости поддержки продвижения научных исследований. Пока министр образования утверждает, что не знаком с вопросом, сотрудник агентства отвергает обвинение. Вы упомянули Национальное агентство исследований и разработок, и, наверное, речь идет об определенных конкурсах. Наряду с финансированием, которое мы выделили сегодня, летом этого года мы выделили 23 миллиона леев на исследования. Эксперт высказывает свое мнение. Например, это исследование неинтересно или цель не та, и тогда нужно совершенствоваться. То есть, данный человек, если в этом году не прошел конкурс, в следующем году он дорабатывает проект и подает его снова. По словам историков, в случае, если власти не решат их проблему, пострадает общество, а также эволюция исследовательской деятельности в данной сфере. Продолжение следует...